Так или иначе, все прекрасно понимают, что в скором времени вся украинская территория будет деоккупирована, освобождена от российских оккупантов. Сейчас за ситуацией в деоккупированных населенных пунктах, в частности, которые находятся в Киевской области, следит пристально специальный корреспондент Фридема Ева Николашвили. Она с нами сейчас на прямой связи. Ева, привет! У тебя, как обычно, много информации. У нас у всех, у наших зрителей желание ее услышать, поэтому тебе слово. Коллеги, доброе утро! Мы сейчас находимся в селе, которое, можно сказать, защитило собой Киев. Мы находимся в селе Демидово, и здесь в марте украинские бойцы подорвали недалеко от этого села Дамбу, и ценой подтопленного села Демидово отрезали российских военных от дальнейшего продвижения. И вот прошло 4 месяца от момента, как подорвали Дамбу, и я вам хочу показать, что до сих пор село остается подтопленным. Вот эта сторона, это тут, где нет домов, здесь, как вы видите, затопленные деревья, какие-то кусты, полностью все забрала вода. Но вот эта сторона, знаете, так как нет домов, она выглядит страшно, но хотя бы не страдают люди. Но если взять другую сторону, то когда прорвало Дамбу, подтопило здесь и дома, вот можете увидеть, что и дороги подтопило, и сами дома. В начале, когда не дали продвижения российским военным, когда подорвали Дамбу, здесь говорили о том, что были подтоплены 50 домов, 50 вот таких, ну, вместе с домов, вместе с огородами, вместе с, и асфальт здесь. Сейчас же, конечно, вода понемногу уходит, и можете увидеть, что спасатели, даже сейчас, вот, 8-9 утра, они работают, они пытаются воду убрать с домов, с огородов, потому что, ну, как вы понимаете, и огороды, которые должны были быть засажены, сейчас полностью затоплены, и поэтому людям крайне сложно и в домах, которые потоплены, жить, и огороды садить, и это довольно неприятная ситуация. И сейчас же, ну, тут работают спасатели, как мы сказали, и они говорят, что работы идут каждый день, каждый день пытаются воду убрать, и убирают воду с этой части, и перекидывают воду на другую сторону, мы вам показывали там, где деревья, и потом уже будет дальнейшая работа, когда воду с другой стороны будут опять откидывать. Сколько времени на это уйдет, пока никто не скажет. Есть информация, что вроде как до 1 августа могут это успеть сделать, но, опять же, ну, работа идет, как вы видите, и спасатели пытаются сделать все, что от них зависящее, но, опять же, тут, ну, очень сложно предсказать. Сами же люди, ну, они здесь живут, ничего не изменилось, потому что Демидов, на самом деле, большое село, и если вот эти 50 домов подтопило, то все остальное было в порядке. Но я вам хочу сказать, что, на самом деле, выбора как такового особо не было, или продвижения российских военных, или подтопленный Демидов. Поэтому Демидов это село, которое, ну, я еще раз повторюсь, спасло Киев ценой своих подтопленных огородов и домов. Коллеги. Да, пострадавшее имущество, это, конечно, неприятно, но дело поправимое, а вот захваченные территории, их деоккупация, это куда более серьезно. Ева, спасибо большое. Ева Николашвили, специальный корреспондент Фридема, была с нами на прямом связи. Спасибо.